всем привет с вами анревар данное видео будет полностью разговорный абсолютно будет полностью разговорный я немножко пора говорю про мою атаку со шторма про то как я сфилился покажу что я вообще в голове у себя представлял и как у меня это получилось реализовать для начала скажу что ровно год прошел как я начал играть в бомбич да всего лишь год не два не три там не 4 не неизвестно сколько всего лишь прошел год и я уже 60 левела вы можете заметить что я уже 60 левела то есть это практически максимально всего-то левелов в игре 65 а я уже 60 за год игры всего лишь за год как у меня это получилось у меня есть видео где я приводил 16 советов как быстро развиваться в бомбич ссылочку я оставлю в описании вдруг если вы не видели там я все четко рожевал как у меня получалось вот такими быстрыми семимильными шагами развиваться в бомбич и как вам то есть какими вам советами лучше пользоваться чтобы точно так же быстро развиваться в бомбич в этом видео я конечно же повторяться по этим пунктом не буду но скажу что эти советы действительно работают и если немножко ими пользоваться то в принципе бомбич очень быстро развиваться это одна из немногих игр супер села где вы действительно за какой-то там вообще короткой промежуток времени ну вот это по-моему недолго для таких онлайн игры которыми играю чуть ли не постоянно за год это очень быстро потому что играя например в clash of clans и в clash royale тоже игре от супер села я понял что год в бомбич и ты практически максимальный левел это очень быстро просто очень быстро играть в clash of clans наверно я не знаю сколько мне лет понадобится при том тоже задроте немножко то есть точно таким же образом задроте сколько вам лет понадобится в clash of clans чтобы развиться до максимального честно я даже не представляю мне кажется там десятилетие понадобится если без доната просто бомбич это единственная игрушка супер села где без доната можно развиваться здесь донат это 3 доллар это 3 доллара покупка доп рабочего все донат на месяц исчерпывайте абсолютно исчерпывает и вам не надо каждый месяц продлевать это рабочие вам буквально два-три рабочих за все время и вы просто в раз разовьетесь буквально вам там понадобится полгода как я говорил полгода до 50 левел и на 50 левой открывается все все что вам надо бомбич открывается на 50 левой просто полгода и буквально два-три до рабочих а это меньше 10 долларов чтобы развиться в clash royale я уже снимал по этому видео вам понадобится 10 лет год и 10 лет точно так же если там без доната просто clash royale вообще построена донать просто вся игра построена на донате чтобы вы вкладывали 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 туда деньги и за счет этого только развивались да вы можете вложить туда 10 долларов в те же и вы сразу опните 8 лэвом сразу из 13 просто сразу же за один день вы опните 8 лэву просто за 10 долларов за 10 долларов удачно купленного сундука по акции все если вы вложите туда я примерно прикидывал 200 долларов вы сразу разовьетесь до левела 11 12 буквально тоже за каких-то там пару месяцев 3-4 месяца и 200 долларов и уже вы развились за 1000 долларов вы моментально разовьетесь практически до максимально до 13 лэвла ну да конечно вам все-таки понадобится поиграть в игру то есть действительно позадротить пособирать карты но буквально буквально серьезно 1000 долларов и полгода игры и вы станете 13 лэвом в бомбичи такого нет в бомбичи вам не надо столько денег плодать вам просто немножко надо играть получать удовольствие таки и тем самым развиваться развиваться очень быстро и буквально 3 доллара на одного рабочего клэш у кланте там точно такие же сумасшедшие цифры там вообще с донатом чтобы быстро развиваться а без доната там очень медленно ну очень медленно все происходит поэтому бомбить это очень быстро игра она я не понимаю почему она сильно так не заходит людям и почему все так тащится от clash of clans или clash royale почему гораздо меньше людей тащится от бомбичи хотя она гораздо быстрее развития проще здесь вы можете просто прокачивать штаб действительно вам не надо каким-то загонами страдать прокачивать всю полностью базу до какого-то левел чтобы поднять штаб на следующий левел что поднять тх вот это тант холл на следующий левел чё в бомбичи такого нету здесь вы просто можете по-быстрому прокачивать лодки прокачивать атаку прокачивать штаб до максимального левела и выносить всех вы получать будете удовольствие от игры когда вы будете каждого на карте выносить выносить налегке вот это действительно прикольно играть clash of clans такого нет там вы чуть-чуть что-то не докачали все бы уже никому не надо вас него не берут на кого вас не берут в клан вы не можете никого вынести вас просто что-то там чуть-чуть не докачано что что это за игра такая ну на самом деле Бумбич в этом плане очень прост. Очень прост. Поэтому мне за год получилось практически до максимального левела развиться. Так что, ух, наговорил столько всего про Бумбич хорошего, а про все остальные игры позасирал, хотя по ним тоже снимаю. Что-то непорядок. Не, на самом деле, те игры тоже прикольные. Свои плюсы в них есть. КВ, тоже общение, Clash Royale. Очень такая тоже мобильная, динамичная игра. Но давайте все-таки вернемся к моему видео со шторма. Я просто рассказал немного такое вступление, небольшое вступление на кучу минут про то, как я быстро развился. Просто хотелось какое-то полноценное видео, но потом подумал, что полноценного видео в принципе не будет. Будет вот в таком виде, разговорном виде, что я все-таки взял за год 60-й левел. И всем советую, что всем советую все-таки поиграть в Бумбич, понять принцип, как быстро развиваться и получать удовольствие от игры. И сейчас давайте все-таки вернемся к моему бою со шторма. А вообще просто к моим атакам. Почему я разберу сразу первую атаку, потом разберу вторую и давайте с первой. Смотрите, здесь я пошел по правой стороне, уже все помнят, как я... Но я нашел в интернете, как все-таки сходили по левой стороне и как правильно закрывать именно по левой стороне. Что в принципе у меня был шанс, была возможность закрыть. Но я все-таки, ну не смог, действительно я не смог, возможно из-за своей неопытности. Возможно из-за того, что я не знал вот такой фишки, что так, вот так в принципе можно. Поменять на одну лодку базук, на одну лодку гор, горами отвлечь, высадиться и дойти. Я вам сразу скажу, эта атака 100% была проведена с модом, потому что смотрите, вот так провести сходу с первого раза невозможно. Невозможно так провести с первого раза сходу, это 100% атака была сделана с модом. То есть чувак протестил, куда бросать фитиль, на какую точную точку бросать фитиль, куда перебрасывать фитиль и как базуки пройдут, не зацепив ни одной мин. Это 100% было с модом. Так что вот таким образом, в принципе, да, можно было забрать базу, но я бы честно сходу не повторил бы такую атаку с первого раза. Не повторил бы. А теперь по второй атаке. Когда я увидел механический хруст, честно, я хотел было сразу нажать в атаку. Вот честное слово, у меня была такая мысль, что сейчас шторма нажмет в атаку. Я хотел, но просто уже поборол себя, открыл эту базу и все равно я просто, блин, вот мне даже сейчас переполняют эмоции, что база, она 90% случаев, она простая, она 90% случаев берется в одну атаку. В одну атаку вы просто можете в поисковике набрать бумбич, механический хруст и вам выбьет там просто 5 страниц, как это берут базу в одну атаку, когда нет ракетных установок, когда нет вот этих дурацких ракетных установок. Просто эта база берется налегке. Мне почему, почему, блин, эта база вот попалась такая, блин, да, ну, то есть мой косяк, то есть я полностью виню себя в этот раз здесь действительно мой косяк, что просто я недооценил, что я не смогу ее взять. Я просто не смогу ее взять. Здесь было больше 10 миллионов хп, здесь были ракетные установки, здесь были банки, которые мешали бы базукам стать. Здесь было все против меня и я все равно пошел, потому что в мозгу я, когда увидел механический хруст, я уже понял, что все, я ее закрою и у меня уже в мозгу сформировался такой план, что я должен на нее пойти. То есть я все увидел, я увидел эти ракетные установки, которые мне мешали, я про них потыкал, я увидел, что там стоят банки, но у меня в мозгу уже сформировалось то, что я должен пойти на эту базу. Я пошел и слился, все, все. То есть я пытался найти в интернете базу похожую, чтобы тоже были такие же ракетные установки целый ряд, но такую базу, вот именно такую мне не получилось найти, чтобы ее брали в одну атаку. То есть я хотел точно так же показать вам, что возможно я накосячил, возможно кто-то берет. Нет, я точно такую же базу не смог вообще никак найти, чтобы сзади было все заставлено бочками вот этими зелеными, что невозможно стать. Плюс ракетные установки, не получилось у меня найти такую базу. Ну не получилось просто найти такую базу, наверное потому что такая база не берется прям в соло атаку, в одну атаку. Все равно надо две атаки, чтобы закрыть эту базу. Да, я погорячился, надо было идти на сеть. Я посмотрел ролик шторма, он тоже говорил, что надо было идти на сеть. Потому что сеть действительно была такая база, которая не самая легкая, она была вторая, и ее можно было закрыть, можно было закрыть за одну атаку. Ну, мой косяк, то есть я в этом плане вообще просто даже не сильно расстраивался, или даже наоборот сильно расстраивался. Ну короче, это был действительно мой косяк и мой недочет, что я не смог закрыть эту базу. Ну то есть я бы и не закрыл, что я неправильно выбрал базу для закрытия. таким образом вот такое мне получилось полностью разговорное видео я надеюсь дослушали до конца не дослушали надоело не надоело отключились не отключились но в принципе все кому понравилось давайте поставим это видео лайк подпишемся на мой канал с вами был андрей вар всем пока